Доброе утро! В эфире Вести Магнитогорск, в студии Юлия Черешнева. Глава Магнитогорска поддержал позицию губернатора Михаила Юрьевича, который негативно высказался об очередях в лечебных заведениях Челябинска. Евгений Тевтелев заявил, что в Магнитогорске ситуация не лучше и указал управлению здравоохранения проверить все поликлиники на доступность. Хочу сказать, что у нас по очередям поликлиник, по прямой линии готовимся, очень много вопросов. Не дожидайтесь моего неожиданного визита. Так, по мнению губернатора, пациенты должны иметь возможность записываться по телефону и через интернет, чтобы не ждать в коридоре. В пятиэтажном доме на улице Вокзальной обрушилась часть крыши. Несущие конструкции кровли не выдержали снежные нагрузки. В Магнитогорске это первое обрушение кровли в жилом доме за последние 20 лет. «Было минут без 25. Стук такой, даже не подумали. А потом все полилось». Это типовая хрущевка, построенная почти 50 лет назад. За все время в доме была заменена проводкой системы отопления. До несущих конструкций кровли руки не дошли. Как говорят очевидцы, слой снега на крыше превышал полметра ночью. Талая вода подмерзла, тем самым увеличивая нагрузку на ветхие деревянные балки. Сейчас под открытым небом оказались квартиры трех подъездов. Только на строительные материалы коммунальщикам придется израсходовать почти 200 тысяч рублей. В Челябинской области стартовало профилактическое мероприятие «Весенние каникулы». Цель акции – привлечь внимание всех участников дорожного движения к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма. В образовательных учреждениях проведут беседы с детьми по безопасному поведению на дороге. С начала года на территории области зарегистрировано 58 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых 50 получили травмы. Акция продлится до 27 марта. На Южном Урале начинается скупка оружия. Со следующей недели объявляется традиционная акция «Оружие-2011». Магнитогорцы, которые имеют личный арсенал, могут продать его правоохранительным органам. Для этого необходимо прийти в дежурную часть отдела милиции по месту жительства и написать заявление о добровольной сдаче вооружения. После чего выносится заключение об отказе в возбуждении уголовного дела. Добавим, что за сданный пистолет, автомат, снайперские винтовки, охотничьи карабины выплачиваются по 3 тысячи рублей. За самодельные огнестрельные устройства – по 500 рублей. В Магнитогорске началась подготовка к третьему фестивалю актуального искусства «Онева». К участию приглашаются талантливые молодые люди, которые работают в жанре фотографии, скульптуре, вокально-инструментальном и ораторском искусстве, танце, моделировании и дизайне одежды. Заявки на участие принимаются до 21 марта по адресу mailsobakaoneva.fes.com. Сам фестиваль стартует 1 апреля. Сегодня магнитогорские хоккеисты проведут четвертый матч полуфинала конференции. Серию магнитогорцы начали удачно в Омске из двух побед. Миссия по спасению серии в Магнитогорске для наших соперников казалась выполнимой, но очень тяжелой. И авангарду удалось доказать, что в этой серии легкой прогулки для магнитки не получится. В воскресенье гости разгромили «Металлург» со счетом 3-6. Счет в серии 2-1. На очереди информация от Центральной диспетчерской службы. С 9 до 12 прекращается подача горячей воды по Грязного, Первомайской, Казакова. С 9 до 17 не будет горячей и холодной воды по Ленина, Труда, Карла Маркса. С 9 до 16 планируется отключение электроэнергии по Енисейской, Правды, Индустриальной. Впереди вас ждет прогноз погоды, а я с вами прощаюсь. Всего доброго, до встречи. Сегодня синоптики обещают в Вершимпенуазе минус 1, минус 3. В Кизильском до 4 мороза. В Верхнеуральский 3,5 со знаком минус. В Магнитогорске переменная облачность без осадков днем минус 5, минус 3. Времярске переменная облачность без осадков. Времярске переменная облачность без осадков. Времярске переменная облачность без осадков.